МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поднялся на 6 метров выше обычного и продолжает расти. Топит также Германию, которой не обошли стороной проливные дожди и где уже погибли более 10 человек. Самый страшный инцидент произошел в небольшом баварском городе Зимбахамин, где 78-летняя женщина, ее 56-летняя дочь и 28-летняя внучка утонули в подвале своего дома. Пик паводка придется на выходные. Забастовки и акции протеста с требованием отменить реформу трудового законодательства не только не стихают во Франции, но и набирают силу перед стартующим на следующей неделе чемпионатом Европы по футболу. В забастовках принимают участие тысячи людей по всей стране, а не против почасовой оплаты труда и повышения пенсионного возраста. Люди отмечают, что бастуют последние три месяца и испробуют все возможные пути для того, чтобы заставить правительство отозвать этот спорный закон. Чемпионат Евро-2016 тем временем будет проходить с 10 июня по 10 июля. По прогнозам, спортивные события должны посетить более двух миллионов зрителей, из них полтора миллиона зарубежных болельщиков. Конференция по Палестино-израильскому урегулированию начинается сегодня в Париже. Как ожидается, в ней примут участие так называемые внешние игроки, то есть представители квартета Россия, США, ЕС, ООН, а также многие европейские и арабские партнеры. Между тем, сами участники конфликта Израиль и Палестина на конференции присутствовать не будут. Собравшись, обсудят план действий и сроки выполнения задачи по созданию двух независимых государств – Израиля и Палестины. Позиция России неизменна. Москва выступает за создание отдельного палестинского государства. В американском штате Теннесси разбился палубный истребитель-бомбардировщик F-A 18 пилотажной группы Blue Angels. Пилот погиб. По данным американских СМИ, самолет разбился во время тренировки перед авиашоу. Его пилот не успел катапультироваться. Причина крушения не установлена. Подробности об инциденте пока также не сообщаются. Это второй за один день случай крушения в США самолета пилотажной группы. Ранее стало известно, что в штате Колорадо после авиашоу, на котором присутствовал президент страны Барак Обама, разбился F-16. Пилот выжил. В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе неизвестный открыл огонь. Он убил профессора, а после пустил пулю себе в лоб. Убитого мужчину опознали как преподавателя факультета механической и аэрокосмической техники. Напал на него аспирант. Мотивы соискателя ученой степени выясняют. Очевидцы рассказали, что сначала злоумышленник захватил профессоров-заложники. Свидетели происшествия вызвали полицию. К моменту приезда стражей порядка сотни студентов и сотрудников университета забаррикадировались в офисах и классных комнатах. Мусульманские страны откажутся в этом году посылать паломников на хадж в Мекку и Медину или уменьшат их число, пока Саудовская Аравия не предоставит гарантии безопасности. Иран и Ирак уже направили в Саудовскую Аравию предложение по обеспечению безопасности паломников из 17 пунктов. Но Эр-Рияд отказался выполнять их. Причиной требования гарантии от Эр-Рияда является прошлогодняя давка, унесшая жизнь сотен паломников во время церемонии хаджа в долине Мина и окрестностях. В Японии оставленный родителями в лесу 7-летний мальчик найден живым. Он пропал 28 мая на острове Хоккайдо. Родители ребенка поначалу утверждали, что мальчик пропал сам, а потом признали, что оставили его в лесу в качестве наказания за то, что он кидал камни в людей и машины. По их словам, они отъехали на 500 метров, но когда вернулись, ребенка на месте не было. Происшествие вызвало шквал критики в социальных сетях по отношению к жестоким родителям. Поиски ребенка с участием спасателей, вертолетов и армии шли неделю. Власти опасались, что мальчик мог погибнуть. И к казахстанским новостям. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев выступил на официальном открытии международной выставки вооружения Кадекс-2016 в Астане, сообщает корреспондент Нур-Кей-Зет. «Любая страна независимость свою определяет вооруженными силами. В этом году 25-летие нашей независимости. Все эти годы мы занимаемся строительством вооруженных сил нашей страны», – начал выступление президент. Он подчеркнул, что в Казахстане никогда не было системы обучения кадров. А сейчас в учебных заведениях Министерства обороны страны идет полное обучение. От первичного звена сержантов до генералов. Он также отметил наличие комплекса сотрудничества в рамках ОДКБ, а также соглашений с Россией по совместной работе по выпуску вооружения и переносе некоторых предприятий выпуска вооружения в Казахстан. Алматинские выпускники установили рекорд в первый же день ЕНТ. В одном из пунктов сдачи тестирования сразу пять выпускников набрали по 125 баллов, сообщает КТК. Отметим, что в прошлом году высший балл ЕНТ по всей республике – 125 баллов, набрали только пять выпускников. В этом году ЕНТ будут взывать почти 86 тысяч школьников. Добавим, что казахстанские выпускники в этом году в последний раз дают ЕНТ в традиционном формате. Со следующего учебного года выпускные и вступительные экзамены в ВУЗы будут разделены на два этапа. И о местных новостях. Родители октябрьских малышей пришли за долгожданными направлениями в детские сады. Прием заявлений проводится в Доме культуры Металлургов и продлится до 24 числа. К этому времени в дошкольные учреждения планируется устроить более 6 тысяч детей в возрасте от трех до пяти лет. Заветные путевки получат и семьи, вставшие в очередь позже положенного срока, но чада которых достигли детсадовского трехлетнего возраста. Жители авиагородка просят руководство ДВД Октябрьской области вернуть им опорный пункт полиции. С недавних пор на его дверях висит замок, а сами стражи порядка местом работы выбрали одно из зданий по улице Рентген-Заводская. Жители обращают внимание на то, что авиагородок является окраинным районом, стало быть, нуждается в пристальном внимании соответствующих структур. Как выяснилось, в опорном пункте затеяли ремонт, который завершится до следующего месяца. Сайт 3w.rikotv.kz. Самые актуальные новости, самые интересные темы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин